Андрей Чернишов рассказал, почему более 10 лет скрывал свою жену. 46-летний актер, звезда фильма «Мужчина в моей голове» и «Маяковский два дня» Андрей Чернишов не любит афишировать свою личную жизнь. Из официальных источников известно, что первый раз он отправился в ЗАГС после 35 лет. Браг артиста проделся недолго. Вскоре после рождения сына Андрей расстался с супругой. Актрисой Светланой Токарской. И долгое время поклонники и журналисты считали его заведенными женихом. После выяснилось, что около 10 лет Андрей скрывал от публики свою новую возлюбленную, актрису Марию Токожинскую, которая в 2017 году наконец-то стала его законной женой. В программе Бориса Кочевникова «Судьба человека» Андрей Чернишов впервые рассказал, почему долгое время держал в тайне свои отношения с Добрыжинской. По словам актера, с Марией они познакомились еще во время учебы в Щепкинском училище. И она оказалась единственной, кого он запомнил со своего курса. Мария Добрыжинская признается, что когда Чернишов впервые зашел в учебную аудиторию, она решила, что он бабник, и у него без нее достаточно поклонник. Поэтому когда-то даже подумать не могла, что когда-нибудь станет его женой. Однако настоящие отношения с Добрыжинской и Чернишова начались много лет спустя, когда актеры много встретились во время подготовки спектакля, в котором играли вместе. Молодые люди сразу почувствовали симпатию друг к другу. Они много времени проводили вместе, им было интересно, а главное – весело вдвоем. Но, несмотря на близкие отношения, влюбленные не спешили в ЗАГ. «Мы уже 10 лет были вместе, но не были готовы к браку, к пониманию, что такое ответственность. Если бы вдруг что-то сложилось раньше, неизвестно, чем бы это закончилось», – говорит Андрей. Актеры поженились в 2017 году. Вернувшись с Санкт-Петербурга прямо с поезда, они отправились в Грибоедовский ЗАГС города Москвы, где скромно расписались без лишней женихи и толпы гостей. 12 января этого же года супруги обмечались, устроили настоящую свадьбу в Грибе.